Мадагаскар На протяжении всего перехода мы продолжали тренироваться. День начинался с завтрака, но график был очень плотным. Вскоре мы должны были явиться на утренний инструктаж. Одновременно по всему кораблю в дежурных комнатах могло проводиться до 10 инструктажей. На палубе, над нашими головами, тысячи литров реактивного топлива перекачивались в баки самолетов, которым предстояло в этот день совершить с десяток взлетов и посадок. Камеры, вооружение, крыльевые топливные баки, все, что могло понадобиться для задания, переносилось с места на место, примерялось, проверялось и еще раз проверялось. Шла подготовка к полетам. Места для самолетов на авианосце всегда не хватает. Само расположение всех машин на летной и ангарной палубах, так, чтобы они всегда были готовы к ремонту, заправке или полету, требует постоянного принятия решений и тщательной координации. Это будет несложно. У нас ничего нет. Я могу пристроить его здесь или на подъемнике. Хорошее местечко для этого поплавка. Вон там, сзади. Ангарная палуба. Для разведки нам понадобится 402-й, 310-й, 408-й. Эй, Дэйв, давай сюда 409-й и доложи. Наконец, первое звено было готово к взлету. Первый тренировочный вылет за время путешествия. Диспетчеры полетной палубы и люди у катапульт контролировали каждое наше движение. Спасатели были неподалеку, готовые прийти на выручку, если кто-то из нас случайно окажется в море. Две секунды на разгон и взлет. Каждые 30 секунд воздух поднимается самолет. 16 машин разных моделей одна за другой взмывают в небо. На полетной палубе жара, пар, шум. Ветер и реактивные выхлопы сбивают с ног. Накоренившись навстречу ветру, разводящие дают добро на взлет следующему самолету. И вот, они в полете. Тренировочные полеты осуществлялись на машинах, которые будут применяться в бою. Кроме моего А4, на Индепенденс были новые А6-интрудеры, оснащенные суперсовременной электроникой и радаром, для размещения в Юго-Восточной Азии. На F4-фантомы была возложена защита авианосца от угрозы с воздуха и сопровождение бомбардировщиков. Тренировки включали в себя отработку посадки, одного из самых сложных и опасных элементов работы летчика на авианосце. Более трети самолетов, потерянных во время Вьетнамской войны, не были сбиты противником. Аварии при посадке входили в это число. Успешная посадка на движущуюся палубу авианосца – дело непростое, даже при оптимальных условиях. Поперек палубы натянуты четыре кабеля. Вы целитесь в третий. Коснувшись палубы, вы сразу убираете газ и ждете, когда крюк самолета зацепит трос. Если этого не происходит, у вас еще несколько сот футов палубы, чтобы снова взлететь. Это единственный шанс. Потом снова заходите на посадку. Люди на палубе смотрят и ждут. Если вы что-то делаете не так, об этом сообщат по рации. Но никто не сможет посадить самолет за вас. Успешная посадка требует собранности, хладнокровия и мастерства пилота. Заменить их не может ничто. Янки Стейшн. Южно-Китайское море. Июнь 65-го. Мы подошли на 100 миль к побережью Вьетнама в июне 65-го. То было время раскатистого грома. Раскатистый гром – так назвали систематическую бомбардировку Северного Вьетнама. Наша эскадрилья Skyhawk A4 приняла участие в операции, начавшейся в марте, продолжавшейся со все большей интенсивностью до прихода муссонов и прекращенной в декабре. Задачи, ставившиеся перед нами и ВВС, были в основном стратегическими. Нашими целями являлись радарные установки, мосты, железные дороги, казармы, стоянки грузовиков и заводы. Но существовал обширный список целей, которые нельзя было поражать по политическим соображениям. Такая разборчивость делала эту войну совсем не такой, как мы ожидали. Но, находясь на борту корабля, мы не могли, да и не хотели делать обобщение по поводу войны в целом. Мы были полностью поглощены подготовкой к, возможно, самому важному моменту наших жизней – первому боевому вылету на вражескую территорию. Наша задача – сопровождение и подавление зениток. Одновременная атака, в которой будут задействованы 4А6 и 8А4Д. При экскортировании не забывайте, что главное – бдительность. Вся информация на этой доске. Ладно, теперь перейдем к самой атаке. Мы будем выходить на цель курсом 0-9-0. Инструктаж, полученный нами тем утром, был довольно продолжительным. Подходя к ожидавшим нас Скайхокам, мы сохраняли в памяти детальную информацию о том, что нам предстоит делать в ближайшие несколько часов. Каждый из нас, забираясь в кабину, понимал, что предстоящий вылет будет проверкой всех полученных знаний. Неважно, сколько лет мы готовились к этому. Будущее зависело от способности каждого сохранить хладнокровие и собранность и применить на практике то, что пытались заложить в наше сознание путем многократных повторений. В последние минуты перед взлетом, я сидел в кабине с поднятым фонарем, заставляя себя сосредоточиться на предстоящей задаче. Я знал, что лечу не один. Рядом со мной те, без кого мой А4 не смог бы вступить в сражение. Механики, радиолокаторщики, люди из разведки, палубные экипажи и многие-многие другие. Все они смотрят на меня и ждут. Приближается момент истины. Пора. Первая часть полета проходила как обычно. Совершив взлет, мы сгруппировались и пошли к цели, находящейся в Северном Вьетнаме. У северных вьетнамцев отличная система радарного обнаружения. Они будут ждать нас, хотя наши цели им и неизвестны. Командир звена сообщил по рации на базу, что мы прошли над побережьем Вьетнама. На авианосце весь наш полет будут отслеживать. До цели и обратно. Вся поступающая информация собиралась и осмысливалась на боевом информационном посту. За нами следил радар самого авианосца и радар самолета Е-2 «Хокай», служившего воздушным центром управления и системой раннего предупреждения корабля. Мы должны были нарушить линии снабжения противника, уничтожив мост через большую реку. Погода стояла хорошая, и мы легко нашли свою цель. Мой А-4 отлично слушался управления. Мы вошли в пике над целью. Указатель воздушной скорости поднимался все выше и выше, земля не слазь навстречу. Все происходило очень быстро. Я развернул свой Skyhawk так, чтобы поймать мост в прицеле. Самолет немного трясло. Требовалась огромная мощь, чтобы пробиться сквозь сильно уплотненный воздух, ведь я приближался к скорости звука. Сейчас. Я нажал кнопку бомбометания, и смертоносный груз полетел вниз. Отличное попадание. Об этом я узнал позднее, тогда у меня не было времени оглядываться. Пока я выводил свою машину из пике, другие Skyhawki позади меня выносили свою лепту в выполнение задачи. По дороге домой мое внимание привлекли яркие вспышки северо-вьетнамской зенитной батареи, которые мне до этого приходилось видеть только на фотографиях. Кто-то из наших дал по ним залп ракетами, пока мы маневрировали, чтобы избежать разрывов, становившихся все ближе и ближе. Еще один А-4 угодил прямо под зенитный огонь. Самолет вибрировал от попаданий пули небольшого калибра. Его ведомый выпустил ракету, но, похоже, она ушла в сторону. Они избавились от своего груза и пошли на базу вместе с нами. Отойдя подальше от цели, мы попытались оценить ситуацию. А-4 Skyhawk был небольшим самолетом, маневренным, в него трудно было попасть. Он послужил нам на славу. Мы возвращались домой, где команда с нетерпением нас ожидала. Еще один А-4, оборудованный подзаправщик, готов был оказать помощь тем, у кого заканчивалось топливо. Нелегкая задача для усталого пилота. Приходится собраться. Расслабляться не время, мы еще не дома. Сохраняя свой строй, мы подходили к кораблю с подветренной стороны, а затем разделились и прошли над носом авианосца с 10-секундным интервалом. Мы завершали первый боевой вылет и не хотели ударить лицом в грязь при посадке. Белые буруны подтверждали метеосводку с авианосца. Сильный ветер. Садиться нужно было очень осторожно. Убираю скорость. Третий трос. Крюк зацепился. Я дома. Один за другим садились остальные. Все успешно. Это был первый из сотен вылетов, которые нам предстояло совершить за 6 месяцев, пока Индепенденс не сменил другой авианосец. За это время к зенитным пушкам и пулеметам противника добавились ракеты класса «Земля-воздух» с радарной системой наведения. Думаю, что именно благодаря глубине своей подготовки, непрестанным тренировкам и советам товарищей, мне удалось выжить в этой негостеприимной стране. Уцелеть можно только в том случае, когда за твоей спиной надежные товарищи, а реакция после бесчисленных тренировок становится инстинктивной. Мы причинили много разрушений Северному Вьетнаму, но я не видел ни одного доклада разведки, в котором говорилось, что нам удалось помешать поставкам войскам противника на юге. Судя по докладам, этого не произошло. Тем не менее, разведданные передавались наверх, а мы получали все новые партии бомб. Наши методы ведения войны были правильными, в отличие от политических соображений, определявших стратегию. Пусть это будет уроком на будущее. И если в будущем наша авиация будет такой же самоотверженной и хорошо обученной, как те люди, с которыми я работал в 65-м, то я за это будущее спокоен. База ВВС Неллис, Невада, 89-й год. Сегодня физические и психические нагрузки на боевых пилотов велики как никогда. На то, чтобы довести пилота-истребителя до той великолепной формы, которая необходима для успеха в бою, требуется не меньше времени, чем на подготовку хорошего хирурга. Самолеты стали быстрее и маневреннее. Электроника сложнее. Потенциальные угрозы в боевых условиях гораздо многочисленнее. Но в одном я уверен абсолютно. Наши мужчины и женщины, пилоты и наземные экипажи подготовлены лучше, чем когда-либо раньше. Если не считать опыта реальных боевых действий, они прошли самое лучшее обучение в истории вооруженных сил США. Бахвальство? Трудно судить по справедливости, когда речь идет о вещах нематериальных. Но позвольте мне рассказать вам, что происходит на базе ВВС «Неллис» в Невадской пустыне, а потом решайте сами. Маневры были названы «Красный флаг», а теперь в 90-м году переименованные во «Флаг пустыни». Это удивительная попытка воссоздать реальные боевые условия с точки зрения ведения воздушного боя. Военные игры? Да. Но не обычные военные игры. Моя эскадрилья получила возможность принять в них участие. F-15 «Игл», на которых мы летаем, возможно, самые совершенные истребители в мире на данный момент. Но для их пилотирования необходимы постоянное внимание и большое мастерство. Непосвященных же сюрпризы ждут на каждом шагу. Вот, например, радар F-15. Все видно так хорошо и так далеко, на 50 миль вверх, вниз и по сторонам, что это почти что мозг. Но в одном направлении радар слеп. Вы не видите, что творится за спиной. Он на крыле. Прорваться там. Горизонтальный разворот. Выше нос, выше. Получилось. Хватит. Я понял, хватит. Позднее, на разборе полета, бой проанализирует другие пилоты. Они обсудят ошибку, приведшую к нему, и решения, принимаемые обоими летчиками. Все это часть красного флага, собирающего пилотов и самолетов отовсюду. Здесь можно увидеть F-4, А-10, F-16, Корсаров, А-7 и много других машин с баз, разбросанных по всему земному шару. Красный флаг во многом похож на школу Топ-Ган, военно-морского флота США. Как и Топ-Ган, красный флаг является результатом боевого опыта ВВС над Северным Вьетнамом. И в обоих случаях, участники маневров на реактивных истребителях противостоят агрессору, применяющему такие же самолеты и тактику, что и советы. Основным агрессором традиционно является F-5E, небольшой сверхзвуковой истребитель, похожий на советский МиГ-21. Для пилотов, впервые вступающих в свадку с агрессором, он иногда называется МиГ-5 или F-5 «Обидчик». Но, в отличие от манёвров Топ-Ган, воздушные бои — это лишь начало красного флага. Кроме прочих, здесь можно увидеть старину Корсара А-7, мощный штурмовик, а также А-10 «Тандерболт», который лучше известен лётчикам под именем «Бородавочник». Эта гроза танков стоит на вооружении ВВС. Или FB-111, истребитель-бомбардировщик, рождение которого окружали споры, но показавший себя в бою. Даже Б-52, опора нашей оборонительной стратегии, участвует в манёврах красный флаг. Целью является создание условий, максимально приближенных к реальному бою, в котором часто принимают участие самые разные самолёты, действуя в непосредственной близости друг от друга. У авиабазы ВВС «Неллис» много других функций, кроме проведения наших манёвров. Так что здесь всегда полно самолётов. На базе проходит обучение истребителей, тренируются лётчики ВМС и морской пехоты, здесь проводят свои технические испытания ВВС, а также отрабатываются способы противодействия ракетам типа «Круз». Свободного времени практически нет. График учебных полётов и инструктажи исключительно жёсткий, как во время настоящей боевой операции. И оглянуться не успеешь, а уже разгоняешься по взлётной полосе. Это был первый из десяти вылетов, совершённых мною за дни пребывания на базе. Одним из открытий Вьетнамской войны было то, что у лётчиков, благополучно завершивших 10 боевых вылетов, гораздо больше шансов уцелеть и в дальнейшем. Если за те две недели, пока я здесь, меня собьёт МИГ или ракета класса «Земля-воздух», по крайней мере, останется видеозапись, по которой эксперты будут объяснять мне, что я сделал не так. Сегодняшняя задача — прикрытие истребителями нанесения ударов с воздуха. Бородавочники А-10 будут атаковать колонну из 200 танков и бронетранспортеров условного противника. Их ожидают дымовые СМ-ы, ракеты класса «Земля-воздух», оставляющие за собой хвост дыма. Датчики засекут сигналы радара, с установкой «Земля-воздух», пойдёт как их Compl staircase «Земля-воздух»,